всем привет с вами я дмитрий фреско вы смотрите кулинарную пропаганду давненько на канале не было итальянской кухни да и признаться честно я и дома вне канала ничего такого итальянского не готовил буду исправляться что итальянцы обожают правильно тесто во всех своих проявлениях и в виде пиццы и в виде макаронных изделий я буду фаршировать вот такие здоровенные макаронные изделия это каннелони рецепт простенький с точки зрения технологии но немножко замороченный по трудозатратам ну как и любой цвет в котором требуется что-то там на фаршировать но это единственная сложность ну и конечно он допускает чудовищное количество разновидностей главное общие принципы соблюсти и так мне понадобится понятная каннелони для начинки мяса здесь говядина и свинина с прослойками жира лук-чеснок томатная паста зелень петрушки немного красного сухого вина сладкий перец и два важных момента орешки пини которые вы можете заменить кедровыми и насыщенный красный мясной бульон как его готовить я вам показывал ваш дух разновидностях верхнем левом углу здесь посмотреть для меня левого справа посмотрите кружочек со следовательным знаком два ролика там из говяжьих костей из куриных безусловно сегодняшний рецепт можно приготовить и без сконцентрированного красного бульона и без орешков но если вы хотите получить то блюдо от которую я вас торги то заморочиться и искать эти два ингредиента понадобятся кроме того еще понадобится бешамель ведь для него нужны молоко масло и мука для ароматизации бешамеля лук лавровый лист мускатный орех перец ну и сыр тоже понадобится что касается вариативности рецептуры конечно можно вообще как угодно творить вообще вместо вот сегодняшнего приготовить баланезы из этого ролика как готовить бешамель я вам показывал тоже уже в нескольких роликах поэтому сегодня все это будет факультативно и так поехали сначала надо рубить мелко лук разогреть оливковое масло нарезать мясо для мясорубки выложить лук в масло пусть обжаривается до начала зарумянивания а я пока быстро превращу мясо в фарш отлично теперь чеснок мелко нарубить лук уже начал румяниться видите самое время положить чеснок и как только он даст приятный запах добавляем мясо и обжариваем его до поделения в данном случае до румяности жарить не надо в сегодняшнем рецепте аромат вот этот прижаренных корочек поджаренного мяса даст домигляс разведенной водой фарш должен мягко так тушиться смотрите весь белый значит можно добавить красное вино и дать вскипеть чтобы спирты испарились и влить бульон за время обжарки на дне образовался благородный нагар это следы реакции майяра вот вином и бульоном я их растворяю добавить яркости начинки а для дополнительной сладости надо нарубить сладкого перца он еще и своего оригинального вкуса добавить отлично и теперь уже можно да а можно добавить сладкий перец и томатную пасту тут очень важно выбрать вкусную если такой не нашлось придется доводить до вкуса колдуя с добавками там соль может быть сахар может быть кислота в виде лимонного сока или винного уксуса короче именно на этом этапе нужно придать вкус мясной начинке именно тот который вам нравится вы же для себя готовить мне вот однозначно придется добавить черного перца перемешать и можно даже не пробовать так как именно вот с этой пастой готовлю начинку постоянно все остается добавить кедровые орешки в моем случае в кипении перемешать и оставить томиться под крышкой на самом слабом огне зависимости от того какое мясо вы выбрали ну постарше или моложе время тушения вас составит от 15 минут до нескольких часов более того если вы выбрали старое мясо богатая коллагеном то вы поступили совершенно правильно несмотря на то что время конечно вырастет в разы на тушение но вкусу готового соуса будет такой будет просто отвал башки ладно займусь бешамелем молоко в кастрюлю сюда же луковица и хвост и петрушки отрубить лавровый лист и бечевкой чтобы не разваливалась и в молоко нам надо его ароматизировать говорил сотню раз и еще раз сотню раз повторю потому что именно ароматизация молока чаще всего пренебрегают без ароматизированного молока вы конечно получите нормальный соус нормальный по консистенции по текстуре но он будет практически безвкусный именно ароматизация и создает то самое волшебство вкуса за который бешамель так любят французы греть молоко с вот этими добавками нужно минут 15-20 на очень слабом таком огне при очень слабом кипении все молоко же ароматное можно из него все лишнее удалить и пора продолжать сначала обжарку муки на сухой сковороде до такого светло кремового цвета помешивая как только дождались орехового аромата кладем масло и так энергично мешаем до однородности и вот теперь по частям вмешиваем молоко следующую часть молока нам добавлять не раньше чем предыдущая полностью перемешается до полной однородности и это главный секрет бешамеля без комочков а вот если плюхнуть в молоко сразу они обязательно появятся смотрите какая красота так завершающие штрихи мускатный орех черный перец соль и перемешать все бешамель готов оставлю под крышкой на самом слабом огне а сам пока займусь фаршировкой пенелони хотя нет сначала отберу часть соуса до посудины для запекания как-то так все остальное пусть пока на плите а сам займусь мутерным процессом фарширования немного сыра у меня чеддер но выбирайте на свой вкус и в духовку на 30 минут температура 190 градусов верхний нижний нагрев на самом деле конечно время у вас может отличаться и потому что духовку вас печет не так как у меня да и датчик температуры может немножко подбирать относительно моего до вместо каннелони вы можете использовать листы лазаньи их тогда в этом случае надо будет предварительно отварить до полуготовности и тогда в них можем будет завернуть эту начинку в этом случае использование полуотваренных листов лазаньи время запекания сократится минуты 15-20 ждем до конца до конца до конца до конца Так. Обожаю такую штуку. Если классно составить, вот правильно составить на ваш вкус соус, сочетание сладости, кислоты, остроты, сладости томата, сладости вот этих орешков пении, сладости, в конце концов, болгарского перца, то в том, в сочетании с бешамелем, это бомбическая штука. Единственное, конечно, вот приходится постараться, чтобы начинять эти каннеллони фаршем, а так все классно. Ладно, продолжу я уже за кадром поедать. Это классное блюдо, и очень вам его рекомендую приготовить. И пофантазируйте немного с начинками, чтобы еще можно было добавить к этому мясу. Как-то можно разобразить этот вкус. Это классно. Огромное спасибо, что досмотрели. Напоминаю, что вот такие классные ножи от Самуры можно попрести со скидкой, если вы будете использовать промокод Фреско. Сайты самура.ру, самура.орг. Спасибо за компанию. Всем пока. Стоп. И продолжаем есть. Вкусням был наконец-таки.